Добрый вечер! Очень приятно быть сегодня с вами. Меня зовут Айра Брауэр. Я мессианский раввин общины в Бока-Ратон, штат Флорида, что приблизительно в 50 милях на север от Майами. Я хотел бы немного рассказать о себе. Вырос я в традиционном еврейском доме, ашкеназских евреев. Мои родители эмигрировали из Европы. Когда я рос в Нью-Йорке, у нас было такое понимание, что все христиане – антисемиты. И, конечно, я бы никогда не захотел стать верующим в Ишуа. После моей бар-митсвы я оставил иудаизм. И следующие 20 лет я был агностиком до 1984 года. И после некоторых трудностей в моей жизни я начал размышлять, является ли Ишуа Мессией. Я начал читать Писание. И после прочтения 53 главы Исаии я убедился, что Он – Мессия. Но мне еще было трудно принять Его в свое сердце. На праздник Йом-Кипур в 1994 году я впервые посетил Мессианскую синагогу в Денвере, Колорадо. И увидел верующих евреев, прославляющих Его имя, которые также носили кипу и талит. Я понял, что мое место здесь, что это мой дом. И в тот вечер я отдал свое сердце Господу. Ишуа стал моим Мессией. Я принял Его в свое сердце. И после этого мы начали группу в Колорадо Спрингс, которая впоследствии стала общиной. Пару лет после этого Господь переместил нас во Флориду. Нас послали туда, чтобы начать новую общину. Мы живем в местности, где живет очень много евреев. И в районе Майами, Форт Ладардейл и Бока-Ритон. Еврейское население составляет 650 тысяч человек. Что занимает второе место в США по плотности. И та область, где проживаем мы, 50% населения это евреи. Поэтому в нашей общине очень высокий процент еврейского населения. Конечно, в нашей общине также есть и неевреи. В Бока-Ритон мы живем уже 13 лет. У нашей общины все в порядке. Мы рады. Бог движется. Мы всегда хотели видеть, что еще больше евреев приходят к вере Иисуса. Некоторые уже пришли, но Бог хочет привести еще больше. Для меня большая привилегия приезжать и учить в школе в Белоризонте за последние 5 лет. Мы будем изучать курс мессианская еврейская жизнь и практика. Мне очень нравится этот курс, потому что он практичен. И мне нравится говорить о практичных вещах, потому что очень часто мы читаем Писание и изучаем теологию, но не часто применяем это в нашей жизни правильно. Я поделюсь с вами в течение следующих нескольких вечеров. Почему мы делаем то, что мы делаем? Как выглядит мессианская еврейская жизнь? Не обязательно это должно быть именно так, потому что я был в нескольких мессианских общинах. И все они отличаются друг от друга. Но все они основываются на библейском основании, что Ишуа есть Мессия. И евреи, которые верят в Ишуа, призваны жить жизнью еврея. И Бог призывает людей из народов, из язычников, чтобы стать партнерами в мессианском движении. Быть партнерами в том, чтобы приводить еврейский народ к Ишуа. Амэн. Итак, мы начнем. И в первой части мы положим основание курса «Мессианская еврейская практика». Мессианская еврейская практика укоренена в Писании. Поэтому еврейские и мессианские общины существуют не из-за традиций. Это намного глубже, чем традиция. Это часть нашего призвания как еврейского народа, «Который верит в Ишуа». Начнем с 11 главы послания к римлянам. Равин Шауль Равин Шауль пишет верующим в Риме. И 9, 10 и 11 главы послания к римлянам. Он говорит об Израиле и еврейском народе в частности. В основном он пишет языческим верующим и говорит им, даже если еврейский народ сейчас отверг Мессию, Бог не отверг их. И когда он пишет это, в Риме произошел конфликт между евреями, которые не были верующими, и языческими верующими. Потому что в Риме в первом веке было большое еврейское население. И Римская империя больше стала защищать иудаизм. Иудаизм был освобожден от уплаты налогов Цезарю. Поэтому еврейская община обладала свободой. У них были свои школы, своя юридическая система. Они могли жить в своем собственном обществе. Но затем появляется Евангелие. События стремительно развиваются. И теперь все эти язычники приходят к вере в еврейского Мессию. Они начинают возмущаться против еврейских властей. Поэтому Павел обращается с этим вопросом к верующим в Риме. В 25 стихе он их предупреждает не быть в неведении, что может привести к высокомерию. Он говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении у тайни сей, чтобы вы не мечтали о себе. Тайна, о которой он говорит, факт того, что еврейский народ, через которых пришло Писание, и через которых пришло обетование Мессии, и через которых пришел Сам Мессия, отвергли еврейского Мессию. Но язычники, которые поклоняются идолам и другие язычники, приняли еврейского Мессию. Поэтому вы видите, что у них появилось искушение стать высокомерными по отношению к евреям. И далее он объясняет, что ожесточение произошло в Израиле от счастья. До времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Он предупреждает их, что только потому, что Израиль ожесточил свое сердце против Бога. Это только отчасти, только до будущего времени. В будущем спасется полное число язычников. Полное число из разных народов. И в результате такого излияния Евангелия среди всех народов весь Израиль спасется. Поэтому это относится к будущему. Даже нашему будущему. Затем он цитирует 59-ю главу книги Исаии. Потому что мы знаем, что пророки говорили о будущем восстановлении Израиля. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи и Павел Павел говорит языческим верующим, что завет, который Бог заключил с Израилем, непоколебим. И затем в 28-м стихе он говорит, в отношении к благовестию они враги ради вас. или же они враждебны к Евангелию. Что истина и в наши дни. Мы знаем это, не так ли? Евреи все еще сопротивляются благой вести. И Павел говорит им, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов, ибо дары и призвания Божьи не приложены. В этом контексте Павел говорит языческим верующим, что призвание Бога к Израилю, которое восходит к временам патриархов, непреложно. Бог не передумает, даже если похоже, что Израиль отверг Мессию Бога. Кстати, Павел продолжает, что как вы приняли милость, то теперь милость, проявленная к язычникам, должна возвратиться к еврейскому народу. Бог дал язычникам спасение, чтобы возбудить ревность в Израиле и возвратить Израиль к его призванию. А теперь возвратимся к 12 главе книги Бытие, так как мы можем надолго задержаться на 11 главе послания к римлянам. И мы просто посмотрим на призвание Бога к Израилю. Потому что современная практика мессианской еврейской жизни укоренена в этом призвании. Поэтому мы проанализируем призвание Авраама. И мы знаем, что Бог призвал Авраама из его дома и призвал его в землю, которую ему покажет. Он сказал во втором стихе «И я произведу от тебя великий народ». Благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные. Это очень важный отрывок. Поскольку Бог призывает Авраама в завет дружбы с ним. Это был типичный завет времен Авраама. Официальное обещание между двумя сторонами. который заключался посредством рассечения животных. Мы видим эту иллюстрацию в 15-й главе книги Бытие, когда Бог сказал Аврааму подготовить животных, рассечь их пополам. Система завета вступит в силу когда две стороны завета пройдут между двумя частями жертвы. И типично система завета включала обещание верности обоюдное благословение и что завет включал не только их поколения но и будущие поколения. В типичном завете дружбы они давали обещание защищать друг друга от врагов и друг одного стал другом второго. Поэтому Бог заключил с Авраамом типичный заветный договор тех времен. разница состоит только в том что когда Бог заключил завет с Авраамом в 15 главе книги Бытие мы читаем что Авраам заснул и Бог прошел между частями животного и дал обетование Аврааму что указывает на то что завет не зависел от Авраама но он зависит от Бога независимо от того остался ли Авраам верен со своей стороны обетование которое Бог дал Аврааму что его потомки будут великим народом и Бог благословит благословляющих его другими словами твои друзья мои друзья я прокляну проклинающих тебя другими словами твои враги твои враги мои враги и затем он дает обещание что через истинное семя Авраама все народы земли будут благословенны поэтому Бог задумал что через Авраама и потомков Авраама все народы земли будут благословенны и мы видим здесь желание Бога чтобы все народы знали его Бог хотел открыть себя народом земли и он хотел использовать Авраама потому что он был верным человеком и он хотел использовать потомков Авраама чтобы завершить эту цель Рав Шауль в послании к Галатам ссылается на этот отрывок и говорит что Бог открыл Евангелие Аврааму когда он сказал в твоем семени благословлятся все народы земли это можно интерпретировать двумя способами первый говоря семя в единственном числе семя или мессия произойдет от него но также его физическое семя говоря о его потомках совокупно станут благословением для всей земли эти два семени станут враждебно настроенными по отношению друг к другу и как мы увидим позже Иешуа окончательно исполнение того плана Бога в избавлении Израиля поэтому Бог заключает завет с Авраамом в пятнадцатой главе установлен завет с рассечением жертвы и снова Бог ему обещает что у него будет много потомков так много звезд на небе и песку морского но есть одна проблема какая проблема у Авраама не было детей и он уже был достаточно преклоном возрасте вы знаете эту историю поэтому Авраам решает помочь Богу в истории вовречена Агарь и они рождают Измаила Авраам думает что Измаил станет сыном обетования но мы знаем что Бог не планировал такого Бог хотел чтобы Сара даже в преклонном возрасте родила сына обетования поэтому вскоре Бог чудесным образом рождает Исаака проходит немного времени раввины говорят что через 30 лет Исаак не был маленьким ребенком как его обычно представляют Бог обращается к Аврааму говорит ему взять своего сына Исаака сына обетования отвезти его на гору Мария и там принести его в жертву Бог испытывает Авраама почему он так поступает не сказано точно но вероятно Авраам был более привязан к Исааку чем того хотел Бог или же он смотрел на Исаака взаимоотношения с которым были выше взаимоотношений с Богом Бог хотел быть первым в жизни Авраама поэтому он дает заповедь принести Исаака на гору как испытание завета был ли он готов пожертвовать тем что было наиболее драгоценно для него мы знаем что Авраам был послушен Исаак был послушен Авраам берет его на гору приготавливает алтарь и вот вот он уже готов принести его в жертву Бог останавливает его и они находят Агнца в качестве замены в жертве Исаака мы видим намек на предстоящее событие мы знаем некоторые параллели с будущим Исаак олицетворяет Иешуа Мессию он был единственным сыном сыном обетования рожденным чудесным образом который должен был стать благословением для всех народов и так же как Авраам отдал самое дорогое для него Исаак Исаак Бог отдал в жертву самое дорогое для себя своего сына также мы видим намек на воскресение потому что мы знаем что автор пишет на иврите и вероятно отражает раввинистическое понимание что в жертве Исаака это было похоже на то если бы Бог воскресил его из мертвых И есть еще одна очень важная параллель которая имеет отношение к будущему это местоположение жертвоприношения Авраам взял Исаака на гору моря на который впоследствии был построен храм и в жертвоприношении Исаака жертвоприношения конечно в этом мы видим окончательную жертву Ишуа храма который стал искуплением для Израиля а также для других народов как и гора Мариа место куда Авраам привел Исаака для жертвоприношения храма позже это же место стало месторасположением храма где приносили в жертву животных за грехи народа Но храм был не только местом жертвоприношений за грехи народа но также местом ходатайства за народ поэтому в жертве Исаака на горе Мория мы видим тень будущего священнического призвания Израиля так же как Авраам исполняет священническую роль принося в жертву своего сына Он становится представителем что будущее исполняется в Израиле Израиль становится представителем народов от имени остальных народов так же как и потомки Авраама спускается спускается в Египет мы знаем историю пробощения Иакова и его сыновей что исполняет пророческое слово сказанное Богом Аврааму когда Он сказал 400 лет твои потомки будут с китайцами в земле не своей после чего я возвращу их в обетованную землю почему потомки Иакова народ обетования был в египетском рабстве все это часть священнического призвания Израиля чтобы отождествить себя состраданиями другого народа как Израиль страдал 400 лет от руки фараона они увидели силу Бога избавившего их из рабства поразил самый могущественный народ на земле в то время и египетских богов и ввел их в обетованную землю таким образом евреи должны были отождествить себя состраданиями и рабством других народов которые поклонялись языческим богам в девятнадцатой главе книги исход исход девятнадцатая глава стих шестой начиная с пятого стиха и так если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой то будете моим уделом из всех народов хочу заметить в этом отрывке мы видим проявление любви Бога к Израилю и важно понять что завет Бога весь завет это деяние любви и милости моисеев завет это завет любви и благодати так же как и новый завет завет любви и благодати по благодати Бог вывел Израиль из Египта чтобы привести этот народ к себе и в этот момент в 19 главе книги исход они были выведены из Египта чтобы поклониться ему у горы и чтобы они знали Бога лично прежде чем они получат свое наследие поэтому мы видим что Бог не изменился поэтому как возникла эта идея что Бог Ветхого Завета это Бог Закона и Бог Суда а Бог Нового Завета Бог Милости Бог Прощения и он вообще не обращает никакого внимания когда мы делаем то что не должно он просто приятный пушистый старичок но вы знаете что Бог не изменился он Бог любви в Ветхом Завете точно точно так же как и в Новом Завете он Бог Торы Бог Закона в Новом Завете так же как и в Ветхом Завете помните Ишуа сказал если вы любите меня то соблюдите заповеди мои любовь всегда стоит на первом месте если мы любим если мы любим Ишуа и его любовь пребывает в нас тогда внешним плодом будет послушание этого же Бог хотел и от израильского народа поэтому он говорит вы будете моим уделом ибо моя вся земля а вы будете у меня царством священников и народом святым поэтому Израиль должен был быть священническим народом что есть тенью жертвы Исаака на горе моря так же как и Авраам представлял собой все человечество поэтому Израиль как народ представляет собой все народы и устанавливает значение священства священник стоит между Богом и народом священник входил в святое святых и представлял народ перед Богом он приносит жертвоприношения за грехи народа перед Богом и затем вы выходите и представляете Бога людям поэтому священник был представителем Бога перед народом и представителем от народа перед Богом или же другими словами он был ходатаем когда мы говорим о ходатайственной молитве то подразумеваем священство мы идем перед Богом и представляем других перед Богом мы молимся за них молимся за их спасение молимся за их исцеление или за что-то еще также когда мы делимся с другими мы служим другим мы являемся представителями Бога другим людям народом поэтому израиль как народ посредством их образа жизни посредством действий Бога по отношению к ним должен 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 был ходатайствовать за народы и должен был представлять Бога перед другими народами Существует 4 аспекта призвания Израиля как священнического народа в нашем конспекте первый аспект система жертвоприношений о которой мы уже упомянули когда был построен храм Соломон осветил храм он сказал не только израильтяне будут приходить сюда и приносить жертвоприношения также иноземцы которые придут сюда и принесут жертву будут знать что Бог Израиля Бог всей земли когда Ишуа пришел в храм и перевернул столы миновщиков денег он был очень зол верно почему он разозлился потому что они разместили столы для денег во дворе язычников только так близко язычники могли прийти в присутствие Бога в храме и там они поставили столы для миновщиков денег поэтому Иисус перевернул столы и цитировал книгу Исаии мой дом домом молитвы назовется для для всех народов прочитайте 56 главу Исаии где говорится о благословении пришельца который поселяется в земле и приходит в храм поэтому система жертвоприношений была предназначена не только для Израиля но она была ходатайством за народы в 29 главе книги чисел дано перечисление жертвоприношений на праздник кущей Бог дает указания о жертвоприношении тельцов каждый день и если вы сложите общее количество тельцов в течение 7 дней то общее количество составит 70 что означает это число 70 это число народов поэтому жертвоприношение 70 тельцов раввины толкуют этот праздник как праздник за народы Захария подтверждает это когда он говорит о будущем о тысячелетнем царстве когда все народы соберутся в Иерусалиме для чего чтобы праздновать праздник кущей это только один пример священнического призвания Израиля я я ссылаюсь на отрывок третьего царства 8 глава 41 стих 2 аспект 2 аспект призвания Израиля как священнического народа это шаббат и праздники в 23 главе 2 аспект книги левит перечислены все праздники начинаются они начинаются шаббата и другие праздники имеющие отношение к отдыху шаббат каждой каждый из этих праздников представляют различные аспекты верности Бога Израилю сами праздники назывались декларацией когда Израиль отмечал праздники и шаббат каждую неделю это должно было быть свидетельством для народов свидетельством величия Бога что этот Бог дает покой своему народу и каждый праздник рассказывает историю верности Бога попозже мы поговорим о праздниках более детально например Пасха когда отмечали Пасху что было повторением событий истории исхода снова это напоминание не только для израильского народа но также для окружающих их народов верности Бога и силы Бога третий аспект третий предзнаменование небесного царства или же оно отбрасывает тень будущего тень будущей жизни в небесном царстве когда Бог дал израильскому народу Тору то Он открыл свой характер и природу и Он дал им свои указания как нужно жить и когда они жили в соответствии с заповедями только тогда к ним приходили благословения и не только это и народы увидят что Израиль получил благословения Бога и они также захотят получить эти благословения в 4 главе второзакония 5 стихе Моисей говорит вот я научил вас постановлениям и законам как повелел мне Господь Бог мой дабы вы так поступали в той земле в которую вы вступаете чтобы овладеть ею и так храните и исполняйте их ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов которые услышав о всех сих постановлениях скажут только этот великий народ есть народ мудрый и разумный ибо если какой великий народ которому Боги его были бы столь близки как близок нам Господь Бог наш когда не призовем его и если какой великий народ у которого были бы такие справедливые постановления и законы как весь закон сей который я предлагаю вам сегодня Бог дает им свою Тору свои указания не как средство спасения но но как средство угодной жизни в Божьем завете у у них уже были взаимоотношения с Богом потому что Бог вывел их из Египта они принесли жертву пасхального агнца они приняли все что Бог дал им на горе Синай они сказали мы принимаем все мы все исполним хотя мы знаем что они потом ослушались когда они слушались повелений Бога то это станет свидетельством для народов и потому еще один аспект священнического призвания четвертый аспект свидетельство силы Бога для других народов когда они слушались Бога то Бог обещал чудеса обеспечения исцеления сверхъестественных урожаев они не заболеют никакими египетскими болезнями они будут плодовиты поэтому через Израиль проявится сила Бога перед всем народом и народы придут по знанию Бога мы видим что это было призвание Израиля и когда мы смотрим на историю Израиля впоследствии мы знаем что они вошли в землю завоевали землю но не уничтожили все народы как Бог им заповедал вместо того чтобы победить народы как им приказал Господь и вместо того чтобы быть свидетельством для народов они отступили они отвернулись от Бога и стали идолопоклонниками нарушили и приступили завет Бога и мы знаем из пророков что снова и снова Бог посылал им пророков чтобы возвратить их к завету и предупредить их о неминуемом суде если они все также будут пренебрегать его заповедями когда мы будем читать остальные пророческие то увидим такую картину предупреждения о неминуемом суде который все таки пришел вавилоняне пришли и разрушили храм и взяли колено иуды в плен в 506 году до н.э. Северное царство уже было уведено в плен в 722 году до н.э. ассирийцами и посреди всех этих ужасных судов готовых совершиться над израильтянами Бог всегда исполнял обетование восстановления в будущем в будущем в будущем Бог восстановит израильский народ и они исполнят завет и призвание Бога для них Бог обещал что Он соберет нас в земле израильской и и и зальет чистую воду на нас и поэтому это было два аспекта восстановления Израиля первый аспект физическое восстановление Израиля в земле израильской и второй аспект духовное восстановление Бог очистит нас от греха и придет избавитель и Израиль снова исполнит предначертания и призвание Божье Бог обещал дать мессию который придет и возьмет на себя грехи народа и он исполнит все к чему был призван Израиль израиль был призван быть светом для народов поэтому придет искупитель сын Давида который исполнит эту роль израиль был назван сыном бога и эта личность станет воплощением этого он будет сыном бога мы узнаем что в конце семидесяти лет иуда был возвращен в землю храм был снова восстановлен и в конце концов пришло время правления и независимости Израиля и независимости израиля он говорит о царстве царство теперь здесь мы знаем что римляне были оккупантами в этот период и евреи ожидали пришествия мессии но они ожидали мессию завоевателя они не ожидали страдающего слугу поэтому появляется Ишуа в его жизни и учении он не только не отменил тору но он снова установил значение торы которая имеет отношение к сердцу в евангелии от матфея 5 17 в описании нагорной проповеди что на самом деле было изучением торы в матфея 5 17 он говорит не думайте что я пришел нарушить закон или пророков по с кстати когда вы видите в новом завете закон пророки и писания Эти три раздела Писания Которые называются Танах Танах — это акроним Три буквы Тав, Нун, Хав Тав — Тора Нун — Невиим, или Пророки И Хав — это Ктувим Или Писания Эти три части Танаха Соответствуют тому, что христиане называют Ветхим Заветом Единственная разница В том, что в Танахе Еврейских Писаниях Разный порядок книг Первая часть называется Тора Или Пятикнижий Моисея Средняя часть, или Пророки И в последней части заключены Песни Песней Притчи, Екклезиас, Псалтырь Книги Паралипоменон Поэтому, когда Иешуа говорит о законе и пророках То это еще один способ сказать Ветхий Завет Поэтому закон — это Тора Хотя перевод не совсем верный Но так лучше звучит Иешуа говорит Не нарушить пришел я, но исполнить Мы понимаем слово «исполнить» Это идея наполнить значением Проявить всю красоту Как на витрине Когда вы входите в магазин То видите товар на витрине Для того, чтобы показать все лучшие качества Мы можем так понимать Как Иешуа исполнил Тору И в контексте раввинистической дискурсии Первого века Было много дебатов В отношении многих вопросов Торы Было много дебатов В отношении природы Мессии Поднимался один из многих вопросов Нужна ли Тора, когда придет Мессия? Потому что если придет Мессия И принесет праведность И расправится с грехом Тогда для чего нам нужна Тора? Потому что весь мир будет знать Как ее исполнять Поэтому он говорит Не думайте, что я пришел Нарушить закон или пророков Не нарушить пришел я Но исполнить Ибо написано Говорю вам Доколе не придет небо и земля Ни одна йота Или ни одна черта Не придет из закона Пока не исполнится все И когда Иешуа говорит им И мы можем посмотреть в прошлое Когда Он пришел И провозгласил о Царстве И что Царство пришло уже сейчас Но еще его не было Другими словами Царство пришло на землю Но должна еще прийти Полнота Царства А до того времени Тора все еще будет Оставаться в силе И через Его учения И жизнь Он придает Торе Полноценное значение И в 19 стихе Он продолжает Итак Кто нарушит Одну из заповедей Сих малейших И научит так людей Тот малейшим Наречется в Царстве Небесном А кто сотворит И научит Тот великим Наречется в Царстве Небесном Поэтому о чем Он говорит Если вы научите людей Что заповеди Бога Больше не нужны То они будут названы Меньшими в Царстве То есть они все еще будут В Царстве Но будут занимать Низшее положение Но кто сотворит И научит Этим заповедям Будет назван Великим В Царстве Поэтому Иешуа Утверждает Или отвергает Тору Он утверждает Тору Во что Также включено Призвание Израиля Или же Это призвание Израиля Быть первосвященническим Народом Отмечать Праздники И показывать Силу Бога Царствовать В священническом Царстве Все еще Это остается В действии Мы знаем Что Иешуа Жил в призвании Еврея Он был верен Торе Он оптимизировал Сущность Торы И это имеет Отношение К Божьей любви Помните Когда они спросили Его Какая Наибольшая Заповедь Он ответил Люби Господа Бога Твоего Всем Своим Сердцем И Люби Своего Брижнего Как Самого Себя Он сказал На этих Двух Заповедях Покоятся Все Остальные Заповеди Тора Это не Законничество Тора Это Любовь Это Не Ритуалы Это Взаимоотношения В Нагорной Проповеди Ишуа Снова Возвратил Фокус Того Что Фарисеи Говорили О Торе Которая Стала Системой Легализма Чтобы Подавить Людей Ишуа Снова Сконцентрировал Внимание На состоянии Сердца Помните Что убийство Это не только Физическое Действие Но Если В вашем Сердце Вы Гневаетесь На Вашего Брата То Вы Уже Совершили Убийство Потом Он Говорил О Прелюбодеянии Если В вашем Сердце Похоть То Вы Уже Совершили Прелюбодеяние Поэтому Он Снова Сосредотачивает Внимание На состоянии Сердца Что Увидим В дальнейшем Изучении В жизни Равина Шауля Мы Видим Что Он Жил Как Верный Еврей И Прежде Чем Мы Рассмотрим Жизнь Равина Шауля Мы Знаем Что Первые Десять Глав Книги Деяний Говорят О Евреях Которые Уверовали Продолжали Жить Еврейской Жизнью Продолжали Чтить Праздники Шаббаты Обрезывали Своих Детей Кстати Идея Того Что Язычники Придут К вере Это Чуждая Идея Только В Десятой Главе Книги Деяний Первый Язычник Пришел К вере Вишуа Давайте Продолжим Мы Изучаем Призвание Еврейского Народа Его Окончательное Призвание И мы читали Отрывки Из Ветхого Завета А теперь Откроем Новый Завет Мы Закладываем Это Основание Чтобы Чтобы У нас Было Библейское Основание Когда Люди Спросят Нас Почему Ты Делаешь Эти Сумасшедшие Вещи Ты Не Под Законом Ты Под Благодатью Поэтому Мы Сможем Объяснить Что Это Часть Нашего Призвания Как Еврейского Народа И Призвания Из Других Народов Жить Еврейской Жизнью Что Укорено В Торе И Призвание Богом Авраама Это Также Согласуется С Новым Заветом С Образом Жизни Ишуа С Образом Жизни Его Учеников С Образом Жизни Апостола Павла И С Их Учением Поэтому Давайте рассмотрим Жизнь Апостола Павла Равина Шауля Я Хочу Спросить Вас Кто Из Вас Думает Что Его Имя Саввел Было Заменено На Имя Павел Хорошо Похоже Что Половина Класса Апостол Думаете Что Его Звали Сау А после встречи С Ишуа По Дороге В Дамаск Ему Было Дано Новое Имя Павел Хорошо Если Вы Так Сказали То Вы Оказались Неправы Неправы Я Покажу Вам Это И Объясню Почему Откроем 13 главу Книги Деяний И В 9 Стихе Написано Но Саввел 13 глава Он же И Павел Его Имя Не Было Изменено После Встречи С Господом Павел Не Обратился В Христианство Он Был И Оставался Ортодоксальным Равином Даже В Наши Дни Ортодоксальные Евреи Своим Детям Дают Два Имени Во-первых Дают Имя На Языке Место Проживания Также Имя На Иврите Моё Английское Имя Айра Но Моё Имя На Иврите Которое Мне Дали Израэль Что Означает Израиль После Рождения Ребёнка Если Это Мальчик В День Обрезания Ему Дают Имя Это Звучит Примерно Так В Израиле Его Будут Называть И Затем Говорится То Имя На Иврите Вот Что Это Значит Поэтому Павлу Который Также Родился В Диаспоре Было Дано Греческое Имя Его Греческое Имя Было Павел Но Когда Он Был В Израиле Его Звали Шауль Хорошо Павел Не Обратился В Другую Религию Но Он Был Призван Быть Светом Для Народов Прежде Чем Приступим К Изучению Жизни Павла Нам Нужно Остановиться И Прочитать Десятую Главу Книги Деяний Здесь Описана История О Корнилии Римском Сотнике Корнилий Встретился С Господом Если Вы Слышали Эту Историю То Знаете Что Петр Который Был Апостолом Для Евреев Никогда Бы Не Зашел В Дом Язычника Верно Этот Римский Сотник Корнилий Верующий В Бога Израиля Библия Библия Говорит Что Он Боялся Бога Этот Термин Боящийся Бога Специальный Термин Обозначающий Язычника Который Верил В Бога Израиля Но Не Был Обрезан Эти Люди Могли Посещать Синагогу Где Можно Было Учиться Узнавать Новое Но Они Не Могли Приходить В Храм Не Дали Двора Язычников Или же Их Бы Убили Поэтому Этот Праведный Язычник Который Давал На нужды Божьего Народа И Постоянно Молился Богу Израиля Однажды У него Было Видение Он Увидел Ангела Божьего Который Обращался К нему Ангел Сказал Ему Послать Людей В Иопию И Привезти Человека По имени Петр Он Гостит У Некого Симона Которого Дом Находится При Море Этим Летом Мы Были В Израиле И В Один Из Ней Утром Мы Поехали В Иопию И Портовый Город И Позже В тот же День Мы Поехали В Кесарию В Кесарии Первое Столетие Находилась Столица Римлян В Израиле И Родом Там Был Построен Дворец Это Был Порт Римского Флота Там же Был И Римский Гарнизон Вот Почему Корнилий Там Жил И Сказано На Следующий День Петр Находился На Крыше Он Молился Когда Он Молился То Уснул С Кем Либо Здесь Случалось Что Либо Такое Нет Нет Каждый Здесь Слишком Духовный Петр Был В Выступлении Небеса Открылись И Спустилась Это Огромное Покрывало На Покрывале Был Коктейль Из Креветок Блюдо Из Амара Сэндвич С Ветчиной И Другая Замечательная Еда Был Голос Неба Который Сказал Встань Петр И Ешь Петр Встал И Понял Что Сейчас Он Может Съесть Все Эту Замечательную Еду Которую Он Никогда Не Ел За Всю Свою Жизнь Потому Что Бог Сейчас Отменил Все Законы Кошера Так Ли Это Значение Истории Нет Это Не Так Вы Знаете Это Покрывало Снова Спускается Со Всеми Нечистыми Животными Голос Говорит Вставай Петр И Ешь Петр Говорит Нет Я Никогда Не Ел Ничего Скверного Или Нечистого Тогда В другой Раз Был Глаз К Нему Что Бог Очистил Того Ты Не Почитай Нечистым Это Было Трижды И Сосуд Опять Поднялся На Небо Ключевой Стих Семнадцатый Когда Петр Недоумевал В себе Что Бы Значило Видение Которое Он Видел Слово Недоумевал Лучше Подходит Для Описания Он Не Понимал Он Пытался Понять И Пока Он Пытался Понять Был Стук В Дверь И Там Стояли Люди Которых Послал Корнилий И Они Спросили Был Ли Петр В Этом Доме Между Тем Как Петр Размышлял О Видении Дух Сказал Ему Вот Три Человека Ищут Тебя Встань Сойди И Иди С ними Немало Не Сомневаясь Ибо Я Послал Их Петр Сойдя К людям Присланным К нему От Корнилия Сказал За Каким Делом Вы Пришли Они же Сказали Корнилий Сотник Муж Добродетельный И боящийся Бога Одобряемый Всеми Народом Иудейским Получил От Святого Ангела Повеление Призвать Тебя В Дом Свой И Послушать Речей Твоих Тогда Петр Пригласив Их Угостил Вы Должны Понять Насколько Шокирующим Это Было Для Петра Петр Не Только Никогда Бы Не Пошел В Дом Язычника Но Он Никогда Не Пригласил Язычников В Свой Дом Почему Потому Что Язычников Считали Нечистыми Из-за Еды Которую Они Ели Из-за Их Языческих Ритуалов Из-за Их Аморальности Их Считали Нечистыми Их Считали Собаками Ни Ни Одного Уважающего Себя Еврея Невозможно Было Бы Найти Возле Язычника Понятна Эта Картина Петр Идет Вместе С Ними К Нему Присоединяются Другие Братья Они Входят В Дом И Петр Рассказывает Им Евангелие В самом конце Дух Святой Сходит На Язычников Таким же Образом Как В день Пятидесятницы На праздник Шавуот Второй Главе Деяний Бог Показал Петру Что Он Называл Нечистым Язычников А Не еду Бог Назвал Их Чистыми Бог Бог Призывал Их К Спасению Так же Как Он Призвал Евреев Снова Мы видим Картину Непреложного Призвания Что Что Через Израиль Бог Хотел Дать Откровение Спасения В Яшуа Язычникам Бог Использовал Этого Еврея Несмотря На Его Сопротивление Сущность Истории Язычники О Не Изменения Законов Кашрута 15 Главе Книги Деяний Мы Видим Совет К К Происходят В Иерусалиме Повод К Этой Дискуссии В Антиохии Где Была Смешанная Община Евреев И Язычников Язычники Антиохии Уверовали И Некоторые Еврейские Братья Верили Что Сначала Им нужно Обрезаться Прежде Чем Они Спасутся Другими Словами Они Должны Были Стать Евреями А Потом Верующими Потому Что Ранее Любой Язычник Который Хотел Иметь Взаимоотношения С Богом Израиля Должен Должен Был Обрезываться Чтобы Его Полноценно Приняли В Израильском Обществе А Кто Не Хотел Обрезываться Как Как Сказали Могли Идти В Синагогу И Их Называли Боящиеся Бога Поэтому Некоторые Верующие Говорили Что Эти Язычники Должны Обрезаться Поэтому Созвали Совет Где Присутствовали Верха Павел Петр Яков Варнава И Другие Они Собрались Чтобы Провести Дискуссию В отношении Этого Вопроса Петр Поделился Своим Свидетельством О том Что Произошло В 10 Главе Павел И Варнава Поделились Своим Свидетельством О том Что Бог Делал Среди Язычников В Антиохии И Яков Выслушал Все Встал И Сделал Своё Заключение Очевидно Что Якова Брата Ишуа Считали Председательствующим На Иерусалимском Соборе Яков Делает Заключение Посему Я полагаю Не затруднять Обращающихся К Богу Из Язычников А Написать Им 15 Глава 20 Стих Чтобы Чтобы Они Воздерживались От Оскверненного Идолами От Блуда Удавленины Удавленины И Крови А Затем Говорит Моисея И Закон Моисеев От Древних Родов По Всем Городам Имеет Проповедующих Его И читается В синагогах Каждую Субботу Иными Словами Яков Хотел Сказать Язычникам Необходимый Минимум Для Них Удаляться От Всего Выше Перечисленного Почему Именно Этого Потому Что Это Отделяло Язычников От Общения С Еврейским Народом Некоторые Верят Что Это Основывается На Ноевых Законах Разработанные Равинами Это Были Минимальные Требования Для Язычников Которые Хотели Присоединиться К Еврейскому Обществу Обратиться В Иудаизм Он Говорит Что Закон Моисея Проповедуется Каждую Неделю В Синагогах Как Будто Он Поощряет Их Идти И изучать Тору Узнать Что Необходимо Для Взаимоотношений С Богом Они Посылают Это Письмо Вместе С Павлом И Варнавой В Антиохию Они же Прочитав Возрадовались О Сем Наставлении Это Ободрило Братьев Здесь Закладывается Понимание Что Язычники Не призваны К такому же Образу Жизни Что И евреи Поэтому С одной Стороны Можем Сказать Что Тора Не Было Обязательно Для Языческих Верующих Однако Все Еще Остается В силе Призвание Еврейского Народа Исполнять Тору Как Мы Это Знаем Далее 21 Глава Деяний Этот Вопрос Должны ли Евреи Обрезываться И следовать Заповедям Павел Путешествующий По всему Римскому Миру И куда бы Он не шел Приводил Многих Язычников К спасению Но Прежде Куда Он шел Вначале В каждом Городе Он шел В синагоге Проповедовал Евреям Даже Даже если Он был Призван Служить Язычникам Он Понимал Что Евангелие Направлено Вначале Евреям Это основано На понимании Которое Было У Равинов Когда Израиль Стал Праведным Тогда Все Народы Также Станут Праведными Поэтому Это понимание В среде Учеников Что Евреи Должны Первыми Прийти К вере И Затем Народы Придут К вере Павел Понимал Это Римлянам Первая Глава 16 Стих Во-первых Иудею Мы знаем Что Сначала Еврейский Народ Должен Прийти К вере Прежде Чем Яшуа Возвратится Этот Приоритет Спасения Спасения Вначале Еврейскому Народу Это Система Царства И Павел Понимал Это Очень Хорошо А как Насчет Этих Евреев Которые Приходили К вере Против Павла Выдвигали Обвинения Когда Он Путешествовал По Римской Империи Кстати Евреи Были Рассеяны Везде В то время Больше Евреев Жили За Пределами Израиля Чем В Пределах Страны Павла Обвиняли Что Когда Он Путешествовал По Римской Империи Он Учил Евреев Живших Среди Язычников Чтобы Они Больше Не Соблюдали Моисеевы Законы Не Обрезывали Своих Детей И Не Жили В Соответствии С Нашими Традициями Деяния 21 20 Потому Их Беспокоила Жизнь Павла Они Говорят Ему Здесь В Иерусалиме Что Есть Мириады Или Десятки Тысяч Евреев Увервавших Вешуа И Сказано Все Они Ревнители Закона Другими Словами Они Верили Вешуа И Вели Еврейский Образ Жизни Апостолы В Иерусалиме Переживали Павла Потому Что По Иерусалиму Ходили Такие Слухи Они Обеспокоились И Возможно Обиделись На Павла Кстати В первом Веке Население Иерусалима Было Менее Ста Тысяч Человек Поэтому Десятки Тысяч Уверовавших Евреев Означало Что Возможно Пятьдесят Процентов Или Больше Верующих Вешуа Поэтому Он Говорит 22 стих Итак Что же Верно Соберется Народ Ибо Услышат Что Ты Пришел 23 Сделай Что Мы Скажем Тебе Есть У нас Четыре Человека Имеющие На себе Обед Взяв Их Очисти С ними И возьми На себя Издержки На жертву За них Чтобы Остригли Себе Голову Это звучит Странно Не так ли Что Все Это значит Если Вы Помните В книге Чисел Обед Назарейства Которое Человек Мог Дать На определенное Время Когда Он Не Стригся Не Пил Спиртного Не Вовлекался В половые Отношения И Он Отделял Себя Богу Как Живую Жертву В Библейской Истории Некоторые Посвящали Себя В Назарее На Всю Жизнь Самуил Самсон Йоханан Йоханан Йоан Йоан Еврей Вы Знаете Кто Этот Йоан Еврей Он Погружал Людей В Иордане Некоторые Называли Йоан Крестителем Он Не Бал Баптистом Он Был Евреем Верно Кто Из вас Это Знал Вы Знаете Он Был Евреем Хорошо Они Дали Обет Назарейства В конце Периода Очищения В те времена Обычно Они Приносили Жертву В храме И После этого Периода Они Могли Остричься По Традиции Кто Должен Был Заплатить За Жертвоприношение Этих Людей Потому Что Они Были Дорогими Человек Заплативший За Жертву Должен Был Присоединиться К ним Стать Частью Процесса Их Очищения В случае С Павлом Ему Сказали Сделать Это Покрыть Расходы Этих Людей Чтобы Остригли Себе Голову И Узнают Все Что Слышанное Ими О Тебе Несправедливо Но Что И Сам Ты Продолжаешь Соблюдать Закон И Затем Он Ссылается На 15 Главу Деяний А Уверовавших Язычниках Мы Писали Положив Чтобы Чтобы Они Хранили Себя От Идоложертвенного От Крови От Удавлены И От Блуда Тогда Павел Взял Тех Мужей И Очистившись С ними В Следующий День Вошел В Храм И Объявил Окончание Дней Очищения Когда Должно Быть Принесено За Каждого Из Них Приношение Почему Это Важно Это Важно Потому Что Это Показывает Своей Жизнью Павла И В Учении Павел Не Был Против Закона Он Не Учил Евреев Нарушать Закон Моисея Но Все Наоборот Сам Павел Продолжал Соблюдать Закон Есть Множество Принципов Книги Деяния Когда Павел Хотел Возвратиться В Иерусалим На Один Из Праздников Очевидно Павел Шел В Синагоге На Шаббат И Благодаря Его Образу Жизни И Через Его Учения Мы Видим Что Он Был Верен Призванию И Поощрял Других Евреев Так же Следовать Этому Часто Павла Обвиняют В том Что Он Не Соблюдал Тору В Еврейском Обществе Часто В наше Время Раввины Говорят Мы Не Против Иисуса Он Был Раввином Он Был Верен Торе Но Павел Пытался Разрушить Иудаизм И Если Мы Будем Так же Внимательно Читать Как Мы Это Сделали Сейчас В Других Отрывках Мы Видим Что Это Неправда Но Даже В Церкви Павла Воспринимают Как Того Кто Отказался От Закона И Учил Что Закон Более Не Имеет Силы Он Никогда Этого Не Делал Давайте Откроем Пару Мест Писания Книга Римлянам В Посланиях К Римлянам Галатам И Коринфянам Также В Римлянам 6 14 Вы Не Под Законом Но Под Благодатью Многие В Церкви Учили Что В Церкви Законом Покончено Но Это Основывается На Неправильном Понимании Слов Павла Кстати Эта Фраза Используется В Новом Завете 10 Раз Она Не Имеет Никакого Отношения К Закону Моисея Но К Законничеству К Делам Праведности К Которые Никогда Не Были Средством Спасения Тора Как мы Сказали Была Дана Израильскому Народу Чтобы Иметь Благословенную Жизнь В Завете С Богом Большую часть Торы Сейчас Невозможно Применить Но Есть Некоторые Принципы Которые Мы Можем Применять Большую Часть Торы Невозможно Применить Потому Что Мы Живем В Системе Отличающейся От той В которой Жил Израиль Существуют Многие Аспекты Торы Которые Мы Можем Соблюдать Мы Знаем Что Новый Завет Делает Нас Способными Соблюдать Заповеди Бога Духом Потому Что Закон Написан На наших Серцах А Не На Табличках Это Означает Что Закон Написан На наших Серцах Духом Павел Не Учил Против Торы Хотя Некоторые Интерпретировали Это Таким Образом Еще Один Пример Римлянам 10 Глава Первый Стих Братья Желание Моего Сердца И молитва К Богу Об Израиле Во Спасение Ибо Свидетельствую Им Что Ибо Свидетельствую Им Что Имеют Ревность По Богу Но Не По Рассуждению Ибо Ибо Неразумея Праведности Божьей И усиливаясь Поставить Собственную Праведность Они Не Покорились Праведности Божьей В моей Библии Сказано В четвертом Стихе Конец Закона Христос К праведности Всякого Верующего Это Неправильный Перевод Если Вы Будете Основываться Только На Этой Фразе То Звучит Как Будто Закон Завершился Потому Что Пришел Мессия Но Слово Конец На Греческом Тейлос Означает Цель А Не Конец Фраза Значит Цель Торы Это Мессия Цель Торы Мессия И Если Тору Исполняли В Праведности Бога То Это Приведет К Вере В Мессию Но Поскольку Они Видели Свою Праведность А То Это Не Привело К Вере В Мессию Если Мы Самоправедны Тогда Нам Не Нужен Бог Правильно Поскольку Они Не Достигли Торы Таким Образом Как Того Хотел Бог По Вере Поэтому Они Не Уверовали В Ишуа Когда Мы Читаем Учитывая Первоначальное Слово То Они Бы Сказали Что Мессия Это Цель Торы Чтобы Достичь Праведности Тем Кто Ходит В Вере Вот В чем Цель Торы Мессия Амин Хотел Рассмотреть Еще Один Факт В отношении Посланий Павла Он Относится К Посланию Галатам У Нас Действительности Нет Времени Особо Изучать Ее Павел Писал Язычникам Вопрос Вопрос Не В законе Моисея Но В делах Праведности У них Достигали Взаимоотношений С Богом Не Верой Но Делами Мы Знаем Что Яков Писал Вера Без дел Мертва Это Не Значит Что Дела Это Неправильно Кстати Без дел Говорит Яков Нет Веры Так Как Дела Являются Доказательством Нашей Веры В делах Дела Не Средство Наших Взаимоотношений С Богом Дела Это Внешнее Проявление Наших Взаимоотношений С Богом Еще Один Пример В Ефесянам Третьей Главе Извините Вторая Глава Стих Восьмой После того Как я Уверовал Меня Научили Этому Стиху Ибо Благодатью Вы Спасены Через Веру И Сие Не От Вас Божий Дар Не От Дел Чтобы Никто Не Хвалился Меня Не Учили Следующему Стиху Стиху Который Также Нужно Цитировать Сразу же Чтобы Мы Увидели Всю Картину Мы Спасены Верой Не Делами Затем Затем Он Говорит Ибо Мы Его Творения Созданы Во Христе Иисусе На Добрые Дела Которые Бог Предназначил Нам Исполнять Мы Спасены Верой Для Добрых Дел Это Очень Еврейская Концепция И Даже Если Мы Не Евреи Мы Должны Начать Мыслить С Еврейской Точки Зрения Если Мы Хотим Понимать Библию Потому Что Очевидно Библия Была Написана Евреями Павел Написавший Большую Часть Нового Завета Был Ортодоксальным Равином Поэтому Вера И Дела Две Стороны Одной Монеты Они Не Противоречат Друг Другу Невозможно Иметь Одного Без Другого Очень Часто В наши Дни Нас Учат Легкой Благодати Мы Просто Молимся Этой Молитвой Верим Что Иисус Умер За Наши Грехи И С Нами Все Будет В Порядке Но Мы Не Учим Всему Евангелию Потому Что Полное Евангелие Включает Послушание Ешуа Сказал Своим Ученикам Он Так Возлюбил Мир Прежде чем Он Покинул Землю Он Сказал Идите И Учите Все Народы Слушаться Все Что Я Заповедал Вам Это Включает Добрые Дела Павел Не Учил Спасению По Закону Или По Добрым Делам Но Он Учил Что Мы Должны Соблюдать Закон Мы Должны Быть Послушными Заповедям И мы Покажем Веру В наших Делах Свидетельство Павла Когда он Стоял Перед Римскими Властями Он Был Фарисеем Он Никогда Не Говорил Я Был Фарисеем Он Говорит Я Фарисей Он Говорит Что Продолжает Им Оставаться Вот С кем Он Себя Отождествляет Соблюдающий Тору Еврей В каждой Сфере Соблюдающий Соблюдающий Соблюдающий